Всем привет! Меня зовут Ольга. Мы наносим декоративные штукатурки и в том числе снимаем индивидуальные видео уроки по запросу. Ну то есть, если не было такого на нашем канале, то мы это по просьбе можем снять для нашего клиента. Видео для Екатерины из города Нижний Новгород. Это у нас колерованная штукатурка с трафаретом. Трафарет и тюль. И вот этот способ нанесения, ну действительно были разные способы у нас, но вот конкретно такого не было. Поэтому, пожалуйста, Екатерина, видео для вас. И также в процессе, как приедет к вам товар и вы начнете наносить, в процессе вы можете задавать нам вопросы в чате. То есть писать свои вопросы, где что-то не получается, задавать их. А так смотрите максимально подробно, я надеюсь, вам будет в помощь оно. Наносим кварцевый грунт. Покрытие с содержанием кварцевого песка, создающая шероховатость, укрывающая стену однородным слоем и создает такую шероховатость для удобства нанесения. Сохнет примерно 4 часа. Покрываем просто валиком, однородно. Этот цвет именно заказанный, именно тот цвет, который непосредственно поехал. Продолжение следует... Заканчиваем нанесение. Оставляем сохнуть примерно на 4 часа и приступим к нанесению самой красоты. Наносили мы первый слой кварцевый грунт. Вот такой вот колерованный под клиента непосредственно кварцевый грунт. Цвет даже можно показать. Вот цвет. И второй слой, ну второй и третий, непосредственно уже саму красоту с помощью лофта лайт, колерованного в такой же цвет, мы будем наносить теперь. Так, ну что вот я могу сказать. Смотрите, запрос клиента это нанесение с помощью трафарета, то есть нам было прислано фото желаемого образца. И мы в этом фото увидели еще первый фон, и мы его увидели с помощью тюля. То есть там был оттиск. Конечно, можно сделать это и иначе. То есть первый слой можно делать без тюля, а можно делать, допустим, лофтовое какое-то нанесение. Мы свяжемся с вами, если будут вопросы в процессе нанесения, мы эти детали обсудим. Сейчас мы показываем, как нанести с помощью тюля первый слой и второй еще оттрафаретить. Оставить тетески вот эти вот трафаретные, да, отпечатки. То есть должен получиться красивый рисунок. Это прям по желанию. То есть нам было прислано фото, и нам был дан цвет. То есть сложный цвет, серо-сине-зеленый, серо-голубо-зеленый, вот такой. Ну то есть вот он подобранный, по артикулу заколерован, и мы показываем. В принципе, почему бы и не показать способ нанесения, если такого нет на нашем канале? Никакая не проблема. И также это касается любых других покупателей, наших клиентов. Если вы приобретаете у нас декоративную штукатурку, и такого способа, который вы желаете, нет на нашем канале, вы можете попросить индивидуальный видео урок. Нанесли, снимаем тюль, и остается, смотрите, какой рисунок. То есть все отпечатывается. Так, что еще? Кусочек тюля мы кладем вам в дорогу с собой, небольшой. Ну, пусть нравится вам рисунок его или не нравится, но, по крайней мере, вы сможете попробовать. То есть будете ли вы с ним делать. Ну, и я, честно говоря, считаю, что вот этот рисунок можно делать и кусками. Ну что, можно же вот так соединять здесь, правильно? То есть разрезать и соединять. Вы можете его, в принципе, использовать. У вас ванная комната, у вас небольшое помещение, и вы можете этим кусочком вполне справиться. То есть нанести стену, потом его тут же помыть, постирать, и вторую стену этим же участком, этим же куском тюля наносить. Ну, на самом деле, это вот уже каждому по ощущениям. Я в этом проблемы не вижу, работать одним куском. У кого-то принципиально прямо ощущение, что надо только во всю стену, чтобы был лист. Ну, если у вас такое ощущение имеется, то, значит, ну, нужно, значит, такой лист ткани. А я считаю, что можно куском. Вот кусок и им же. У нас, кстати, есть же много видео подобных на канале, где и кусками в том числе. Цвет, кстати, очень интересный. Вот он даже сейчас, смотрите, мы часто наносим серый цвет, бежевый цвет, и он вот реально надоел. А сейчас смотришь, и он прям такой светлый, ну, такой красивый прям такой цвет. Вот, обратите внимание, что если вы наносите с помощью тюля, то не оставляйте толстые слои. То есть, вот как Роман делает, видите, он выгоняет штукатурку дальше по стене. Это почему? Не потому, что будет некрасиво или еще что-то, а потому, что расход, чтобы не увеличивать. Ну, вот у вас, Екатерина, в принципе, с запасом вам посчитали. То есть, вам, в принципе, хватит. Но все-таки, если толстый слой наносить, то и не очень хорошо, когда не хватает. Вот прямо, знаете, бывает на полквадрата не хватает. Туда гоним дальше по стене. Нанесли. Посмотрели, все ли заполнено. Ну, если не все заполнено, то это тоже не страшно в данном случае, потому что это такой стиль будет винтажный. Можно и не полностью заполнять, это факт. То есть, можно вот такие продиры, я тут буду вмешиваться местами, вот такие продиры можно местами оставлять хаотично. Тоже как вариант. Но если уж заполнять все, то лучше тогда все заполнять. Все, заполняем. И снимаем пока сыро. Снимаем аккуратно. Аккуратненько снимаем. Не сдергиваем. А вот прямо движение, просто запомните. Наклонили в обратную сторону, тянем. Вот так снимаем. И еще. Тоже также обратите внимание, именно этот тюль. Можно его наносить участками, комбинируя, то есть вот сращивая. И уже можно даже не трогать больше ничего. Но у нас еще следом будет нанесение, поэтому сейчас мы подождем высыхание. Так, если вы наносите уже прямо вот дома у себя, то пусть это сутки сохнет. Прежде чем наносить следующий слой. Мы, получается, должны немножечко подождать, когда штукатурка подсохнет, схватится. И вот чистой кельмой можно увлажнять кельму. Приглаживаем поверхность. Вот таким вот образом. Смотрите, она была такая остренькая, шероховатенькая, а после поджатия она становится гладенькая. Все. Вот это у нас фон. Гладкий, красивый фон. Он же может быть как самостоятельным, то есть уже без дополнительного какого-то добавления эффекта. Но мы будем добавлять эффект, поэтому не переключайтесь. Дальше мы будем отпечатывать, ну, как наносить декоративную штукатурку, рисунок через трафарет. Сначала мы хотели, значит, мы Екатерине в подарок кладем трафарет. И мы хотели как бы его использовать, помыть и отправить. Но потом решили, что это не очень прилично. Но мы решили, что так не надо делать. Это не очень хорошо. Вот у нас есть бэушный, мы его покажем, а Екатерине новенький положим. Сейчас покажу его. Трафарет закрепили с помощью скотча. Изначально я предлагаю разметить, где сделать рисунок, то есть метки поставить. Он у вас будет хаотично как-то расположен, да, вот эти изображения, или как-то в шахматном порядке. Отметьте, пожалуйста, для себя. Вот просто даже аккуратненько карандашиком можно разметить. Можно расчертить какие-то, ну, черточки для себя поставить, размеры, высоту, длину, пометить. С помощью скотча прикрепили, нанесли штукатурку и аккуратненько снимаем. И вот он отпечаток. Вот это вот такой винтажный декор. А можно чуть поближе вот так, даже сюда я помешиваюсь. Вот сюда чуть поближе. Вот так, да, красивее будет, чтобы покороче было расстояние. Тоже так же. Прямо его и можно не мыть, потому что мы его как бы не особо и запачкали. Закрепили, скотчем приклеили, нанесли штукатурку. Так, я тут рядышком стою и хочу вам трафарет показать. Все в штуке. Нанесли штукатурку. И прям сразу же снимаем. Тоже на сдир буквально надо. То есть не нужно, прямо жирно-жирно там ничего не нужно. Вот так вот нанесли и поближе чуть-чуть хочется. Вот вы отметьте для себя, пожалуйста, на стене. Да, вот так. Ну, я покажу трафарет. Вот этот трафарет мы кладем в подарок. Вот такой. Он похожий. Он похожий, просто он новенький. Мы хотели его нанести, но как-то неприлично бэушный отправлять. Что за подарок такой бэушный? Нанесли, использовали и отправили. Что это за подарок такой? И вот таким же образом все однотонно, одинаково. Одни и те же движения. Отпечатываем, снимаем, наносим. Просто разметьте для себя высоту. И получается очень даже симпатично. Очень симпатично. Но это еще не все. И вы не переключайтесь. То есть, дальше это все высохнет. Мы его еще покроем дополнительно. Финиш обязательно нужно посмотреть. Это, знаете, тоже вот трафаретная техника. Это как незаканчивающаяся мода, что ли. Ну, то есть, вот когда они были, я помню, еще в квартирах были в СССР. В СССР, везде вот эти вот рисунки. Ну, понятно, что это не были трафареты. Но это не были трафареты, это были обои. Помните? Нет, СССР? Ну, я помню. Когда заходишь, и вот в каждой квартире одни и те же обои. И там вот так вот это было. И это было, да, модно. Потом они начинали, ну, то есть, они в шилкографию переходили. Это я вообще не про стройку. Я просто из памяти достаю. И как бы, когда это шилкография, они там еще поблескивали. И это как бы так было очень уже круто и типа супер богато. И потом из года в год менялось. Цвет менялся, фон менялся. Но вот это изображение, оно оставалось. И оно актуальное всегда. И сейчас эти вензеля, они тоже переходят. Вот, ну, как бы меняется цвет, меняется блеск или матовость, затертость. В каком-то лофтовом стиле, еще в каком-то. Но они остаются, они актуальны. Поэтому, да, это красиво. Ждем высыхания и покроем перламутром. После полного высыхания декоративной штукатурки можно взять вот такой вот наборчик для лисировки. И надеть на него шкурочку и пошкурить. Так, я задумалась сейчас. Наборчик-то мы не предложили. Но можно просто зашлифовать. То есть шкурочку купить и зашлифовать руками. То есть здесь не обязательно этот набор. А вообще, в целом, это неплохой инструмент. Особенно, если в дальнейшем нужно покрывать патину. Там что-то там, да, лисировать что-то. После того, как ошкурили, кистью можно смахнуть пыльцу. И с помощью губочки наносить лазури. Лазури могут быть серебро, допустим, белое золото. То есть, смотрите, ну, Екатерина, мы вам положили две лазури. И золото у вас есть белое, и серебро есть. Вы можете и то, и другое использовать. Просто в нужных для вас количествах. Мы показываем, как ее нанести. А вы будете уже регулировать насыщенность. Потому что, ну, у вас килограмм одной лазури, и килограмм другой. Это вот прямо можно, ну, достаточно много покрыть. Просто смотрите, что вам нравится. Белое серебро, оно такое легкий перламутр дает. А белое, ну, холодненький. А белое золото, он слегка-слегка золотит. Вот, видите, вот это вот белое золото. Если вы хотите покрыть только верха самого трафарета, вот этого оттиска, то прямо не нажимая, слегка-слегка касаясь, покрываем верхушечки. Вот таким вот образом. Можно покрыть поглубже. То есть, всю поверхность можно покрыть. Тут тоже надо понимать, хотите ли вы покрывать только вот эти вот трафареты, или всю поверхность стены по верхам. То есть, я бы вам рекомендовала само покрытие лазурей регулировать где-то на образце, не на стене. Вот штукатурку можно наносить на стену, а образец покрытия перламутров лучше делать где-то на образце. То есть, регулировать сначала на образце, потому что если вы покроете стену слишком много, то убрать это уже, ну, как бы трудновато. Но перекрашивать придется. Я, кстати, хочу также отметить, что лазурь колеруемая. Если вы захотите добавить какого-то оттенка, вот помните видео недавно совсем было у нас на канале, хамелеон такое, да, грот-то хамелеон называлось. Так вот, лазурь белое золото, она колеруемая, и тоже даст такой, ну, интересный эффект, если чуть-чуть колера туда добавить. То есть, слегка золотистый и такой под разным углом, по-разному играющий будет перламутр. Поэтому тоже обратите внимание, может быть, заколеровать. Мы не будем этого делать, потому что ярковато, мне кажется, уже будет. Но вы посмотрите для себя, вот допустим. И вот вам еще второй вариант. Если лазурь покрывать прямо валиком, чтобы было ярче. Решили мы все-таки показать ярче. Если кому-то хочется более блестяще. И оно тоже имеет место быть, тоже хорошо. Ярче, более выраженно получается. Да, интересно. И здесь больше видно, что это белое золото уже начинает виднеться. Вот прям так и надо. И вот так и надо. После полного высыхания, и все уже вам понравилось, и больше вы ничего переделывать не хотите, у вас же ванная комната, и вам двухкомпонентный лак. Ну, то есть, нанесение двухкомпонентного лака есть на нашем канале много, много достаточно. Ну, вы можете нам писать, если что, консультироваться. В целом, вам нужно теперь нанести двухкомпонентный лак в два слоя в мокрой зоне. В обычной зоне можно один слой нанести. И все. И вы можете мыться, 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 лить туда воду. Вот что касается лака двухкомпонентного, глянцевого и полуматового, это максимальная прочность. Он немножко пахнет при нанесении, но быстро выветривается и прям прочный-прочный. Долго прослужит. Я надеюсь, что вам будет в радость как бы сделать и пользоваться вот этим вот покрытием. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok